Всем привет! Сегодня будет в продаже немного необычная бритва. Это бритва от производителя Вильям Хаукхорд. Производитель этот делал бритвы в первой половине 19 века и вот как-то несколько лет назад в волею случая познакомился я с его потомком. Мы с ним переписывались, прислал он нам довольно много разных документов интересных, как-нибудь будет обзор на это на все дело. Попросил я его рассказать историю его предков, его компании. Он мне все это расписал руками, старинными чернильными ручками. Правда наша Укрпочта это все немного подмочила. Но мы это все перевели. Довольно интересная информация. Получается его пра-пра-пра Вильям Хаукхорд делал бритвы и столовые изделия. Это получается Шеффилд и тридцатые сороковые годы 19 века. Где-то так. Вот делал бы он их дальше, но такой вот интересный момент есть в его истории. Как-то раз этот Вильям вышел на прогулку с зонтиком, его увидел бык и видимо среагировал на его зонтик и забодал насмерть. Такая вот история получилась у него. Ну вот пока он жил делал разные клинки и вот этот вот один из них. Вот здесь можно видеть кадуцей во-первых известнейший символ торгового марка и название Renown это переводится как известность, прославленность. Вот под этим названием под этой торговой маркой выпускалось довольно много разных бритв. Как бы сам по себе производитель не очень частый, но в свое время он выпускал разные клинки, уникальные по своему дизайну. Вот эти вот вытачки оригинальные на Эрле. Сам клинок получается здесь не знаю получится ли на видео увидеть. Здесь надпись джентльменская бритва, то есть джентльменская бритва. Вот надпись глубокая, но из зачистки может быть местами не сохранилось, но как бы все буквы полностью читаемы. Вот бритву привел в порядок по своему разумению. Бритва это в принципе полный кованый клин, тут выборка ну минимальнейшая, то есть это практически полный клин. Вот кованный еще вручную непосредственно самим мастером скорее всего, потому что у него фабрики как таковой не было, завода не было, рабочих наемных не было. Вот все делалось семейными силами. Вот проходил обучение Вильям очень много лет до того, как ему разрешили вообще заниматься бритвами. Раньше в Шейфлде как бы такое практиковали. Ну и впоследствии такие вот клиночки делал. Ну как бы про него я подробно не буду рассказывать, там очень много интересной информации. Я думаю когда-нибудь выйдет полный обзор, там я уже по истории фирмы пройдусь, расскажу, покажу. Вот клинок как бы восстановил, повторюсь, прошлифовал. Немножко следов времени осталось, но для вещи, которые уже скоро будет почти 200 лет, я думаю, вполне неплохое состояние. Геометрия более-менее неплохая. Фаска равномерная, заточена с одним слоем изоленты, это бритва. Вот ручка оригинальная, рок, черный рок, рок былого. Вот огромные крупные пины, пины реплика современной, но подстаринные, которые ставились именно в двадцатых-тридцатых годах девятнадцатого века. Вот клинжик, здесь олова. Все отшлифовано, все заподлицо, все отполировано, ручка пропитана всем, чем необходимо. Ну и как бы все в полном порядке. Закрывается по центру, расклеп довольно плотненький во всех положениях. Ну и под конец теста покажу, как проходит. Вот бритва хорошая, сталь хорошая. Вот ее только что заточил. Бритва будет сравнительно мягенько. В обслуживании не проблемная, невзирая на то, что клинок здесь правка очень легкая. Вот ремень с обычным натягом. Вот бритва заточена как клинок с легкой улыбкой. Здесь минимальное скругление к пяточке и небольшое, но выраженное скругление к носику. То есть вот эта вся часть правится ровными движениями, носик там где-то пол сантиметра правится отдельно. Ну или перекатом, кто как правит. Сталь мягкая, понравилась, но при этом правильно мягкая. То есть она не отожженная, ничего с ней никто не делал никогда. Бритва в полном порядке. Такие как бы Хауфрофты не очень часто именно мне попадаются. Ну вот за последние несколько лет, наверное, несколько штук всего и попадалось. К сожалению, не успел Вильям выпустить много клинков, чтобы сейчас мы могли ими любоваться. Но то, что он делал, делал хорошо. Бритвами я брился. Бритва хорошая. Вот Грэму отсылал одну из бритв. Он сейчас его, по-моему, не ведет, но раньше у него был YouTube канал. Он там показывал тоже бритвы, в том числе и свои бритвы. Брился ими. Там есть где-то видео, где он нашей бритвой бреется. Там была у меня бритва тоже Хауфрофт Клин. Я ее подготовил, ну и потом мы с ним познакомились и я ему ее просто так отправил. Ну а нам тоже там отправил на память кое-что. Но тогда я посчитал, что так батарея кончилась, прервалось видео внезапно. Ну, в общем, тесты показал. Вот. Кому интересно, пишите. Бритва хорошая. Могу смело рекомендовать. Оригинального футляра в комплекте нет, но я думаю, в комплекте что-нибудь доложим, конечно же. Вот. Все. Бритва в продаже.